Накануне были подведены спортивные итоги уходящего года. Во Дворце культуры металлургов имени Сергея Орджоникидзе состоялась традиционная предновогодняя церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, а также меценатов магнитки. С подробностями Павел Берсенев. Подводить итоги спортивных достижений под занавес уходящего года в Магнитогорске давно стала традицией. И всегда в чествовании лучших спортсменов принимают участие первые лица города. Вот и на этот раз собравшихся со сцены приветствовали глава города Сергей Бердников и председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов. Хочется поприветствовать всех, кто сидит в этом зале, поблагодарить их за те усилия, за те решения, которые они пережили ради достижения в спорте тех высот, которые достигнем. С праздником вас! Благодарности министра спорта Российской Федерации, почетные грамоты и благодарственные письма Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главы города и городского собрания депутатов получили несколько десятков тренеров, спортсменов, инструкторов, преподавателей, физвоспитания. Кроме того, в этот вечер были вручены удостоверения и нагрудные знаки Мастер спорта России девятерым спортсменам. В номинации лучшие спортсмены, тренер в олимпийском и неолимпийском видах спорта лауреатами конкурса стали 10 человек. Среди них и легкоатлетка Наталья Старкова, бронзовый призер чемпионата России и серебряный призер московского международного марафона. Год был очень хороший, я наконец-то выполнила мастер спорта международного класса в этом году и мне уже официально присвоили. Ну а главным спортивным событием года была признана победа магнитогорского металлурга в розыгрыше Кубка Гагарина. Поскольку команда и тренерский штаб сейчас находятся на выезде, заслуженная награда была вручена исполнительному директору клуба Максиму Горецаю. В этой победе огромный вклад в болельщиков магнитогорского, огромный вклад всех тех, кто неравнодушен к спорту, кто болеет за спорт высоких достижений, кто помогает спортсменам добиваться этих побед. Спасибо огромное и давайте загадаем, чтобы этот Кубок Гагарина еще не раз побывал на этой сцене, побывал в городе магнитогорске. Огромное спасибо всем с наступающим Новым годом! Подробнее о спортивной элите 2016 в одноименной программе телекомпании ТВИН во вторник, 27 декабря в 21.45. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.